На минувшей неделе с коронавирусного ручника снялся автоспорт. Все чемпионаты стартовали практически разом. Так, в Австрии прошли первые этапы Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3. Российский автодор расширил очередное узкое место на главной магистрали Москва-Юг. В Воронежской области построен новый сегмент трассы М4 и ликвидирована знаменитая пробка у Лосева. Большое электромобильное пополнение случилось в концерне Volkswagen. Audi продолжает штамповать новые троны, концептуальный Seat Ilborn превратился в серийную Купру. И только Skoda Octavia RS постоит за традиционные ценности. Но главным мировым ньюсмейкером оказалась Toyota, впервые добавившая полноценный кроссовер в семейство Короллы. Пилоты программы SMP Racing Роберт Шварцман и Александр Смоллер здорово дебютировали в новых для себя чемпионатах. Так, Роберт впервые стартовал в Формуле-2, а Александр в Формуле-3. Шварцман в первой же гонке поднялся на третью ступень подиума. По итогам этапа набрал 23 очка и в общем зачете чемпионата занимает второе место. Александр Смоллер обе гонки Формулы-3 тоже провел в хорошем темпе. Занял девятое и седьмое места и в итоговой таблице числятся десятом. Добавим, что Формула-2 и Формула-3 сопровождают соревнования Формулы-1, где тоже есть интересные новости. Пилот программы СМП Рейсинг Сергей Сироткин вернулся к роли резервного гонщика команды Рено. Сергей уже занимал эту должность в семнадцатом и девятнадцатом годах. Мы были бы рады увидеть Сироткина в кресле призового пилота, который освободится в следующем году. Но в свою родную конюшню вернется Фернанда Алонца. А вот Сергей не ограничится только ролью резервного пилота Формулы-1 и примет участие в гонках на выносливость, пополнив экипаж СМП Рейсинг на автомобиле Феррари. Напарниками Сергея заявлены Давиде Регон и Мигель Малина. Статистика знает все, но не знает она, сколько же в России пробок. Самые известные прославились на всю страну. Светофор «Всия Руси» во Вышнем Волочке много лет тормозил движение на старой трассе Москва-Петербург. А здесь, в Воронежской области, был свой шоу-стоппер – пробка в Лосеве. Трасса М4 соединяет Москву, Воронеж и Ростов с побережьем Черного моря. Поэтому пробка у деревни Лосева в райцентре Павловск настолько знаменита у миллионов россиян, что с 2017 года даже рассказывает о себе в Твиттере. Объездную дорогу построили на полгода раньше срока, как раз к сезону отпусков. Разрешенная скорость пока 110 км в час, но уже через месяц ее обещают поднять до 130. А впоследствии будет и вовсе 150. Такие планы вынашивает государственная компания «Автодор», оператор платных магистралей России. Сегодня, ну это стандарт, он вполне возможно выше, чем общероссийский. Это действительно дороги, которые оборудованы всем необходимым, всеми средствами безопасности. Это дороги, которые прощают некоторые ошибки, главное эти ошибки не совершать. Это дороги, которые освещены в большинстве своем на всем протяжении. То есть мы хотим, чтобы наши жители, оплачивая проезд, понимали, за что они платят. Они платят за качество и безопасность. За мгновение перед открытием с вершины холма мы видим хвост пробки на старой трассе. Каждое лето ехавшие на юг автомобилисты проводили здесь, на 40-градусной жаре по многу часов. Последний раз Лосевская пробка растягивалась до 20 км всего две недели назад. Мы очень большой расход личного состава имели на Лосево, на поселке. По 6-7 часов люди стояли. Мы очень много сделали так, чтобы перестать нарушать правила дорожного движения водителями по обочинам. Новый фрагмент стал самым дорогим из 12 платных участков на трассе М4. Проезд легкового автомобиля в будний день стоит 200 рублей. В пятницу и выходные – 220. Сэкономить 20% можно за использование транспондера. А вот проезд ночью дешевле не будет. С открытием новой дороги местные жители получат свободный проезд к своим домам, но лишатся привычного заработка. За деньги тут даже водили караваны машин в объезд пробки. Новый бизнес должен стать цивилизованнее. Здесь появятся коммерческие зоны, и мы постараемся, ну вот те потери условные, которые предприниматели Лосево понесли, да, все-таки, вот там сделать такую организованную коммерческую привлекательную зону для обслуживания транзитных пассажиров. Теперь строители переместятся южнее с 715 до 877 километра и доведут до первой категории всю трассу в пределах Воронежской области. Новейший Land Rover Defender отказался от лестничной рамы и неразрезных мостов в пользу несущего кузова. Однако некоторые фанаты легендарного Гряземеса оказались не рады изменениям. Один из них Джим Рэдхлифф, глава английского химического концерна Ineos, решил создать свой собственный Defender. Упрямый британец даже хотел купить у Land Rover лицензию, но встретил отказ. И в итоге собрал штат инженеров, чтобы проектировать внедорожник заново. Машина называется Ineos Grenadier, то есть Гренадер. В серию пойдут четырехдверный пикап и пятидверный универсал. Во избежание претензий от Land Rover канонический облик изменен, но общая стилизация выполнена на пятерку. Кузов покоится на оригинальной платформе. Обещана мощная рама, неразрезные мосты и честный полный привод. Но без архаики. Подвеска пружинная, а тормоза дисковые. В отличие от современных электромобильных стартапов, которые существуют сами по себе, Ineos'у помогают гранды мирового автопрома. Шасси проектирует австрийская Magna Steyr, шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели поставят BMW. А общую инжиниринговую поддержку оказывает фирма MBTEC, бывшая Mercedes-Benz Technologies. Семейство новой Skoda Octavia полностью сформировано, а его кульминацией стали бензиновые и дизельные версии Octavia RS. Напомним, что одна RS дебютировала раньше. Это подключаемый гибрид RS-IV. Впрочем, электрический довесок замедлил машину и съел часть багажника. По традиции, для чисто бензиновой и дизельной RS-ки доступны оба кузова – лифтбэк и универсал. Двухлитровая бензиновая турбочетверка развивает те же 245 сил, что и раньше. Привод только передний, но можно выбрать шестиступенчатую механику или семиступенчатый преселектив. А вот для турбодизеля возможность заказать полный привод сохранилась. Плюс дизельный вариант стал мощнее, так что Octavia на солярке выглядит интересно. Единственный ее минус – отсутствие ручной коробки. В отличие от гибрида, где под нищем висит тяговая батарея, бензиновые и дизельные RS-ки отличаются заниженным на полтора сантиметра клиренсом. Сама подвеска перенастроена на драйверский лад. Добавлен рулевой механизм с переменным отношением. Мощные тормоза и большие колеса на 18 или 19 дюймов. За доплату доступны адаптивные амортизаторы. Обновление флагманского седана Lexus LS практически не сказалось на дизайне. Светодиодная оптика работает по технологии Blade Scan. Такая уже опробована на рестайлинговых кроссоверах Lexus RX. А суть ее – в быстром вращении зеркал, которые формируют адаптивный световой пучок. 12-дюймовый экран мультимедиа сенсорный. Поэтому уже не утоплен в панель, а выставлен на показ. Новый адаптивный круиз-контроль Lexus Teammate умеет перестраиваться, обгонять, самостоятельно парковаться и получает обновления по воздуху. Кроме того, седан улучшил шумоизоляцию, переписан управляющий софт-трансмиссией, перекалиброваны амортизаторы. Двигатели, впрочем, остались прежними. Во всяком случае в Японии, где продажи стартуют в конце года. В то время как гражданская авиация избавляется от трех и четырех двигательных самолетов, автомобильная отрасль, наоборот, обнаружила пользу от наращивания числа двигателей. Первый в мире электромобиль с тремя моторами, которому суждено выпускаться крупными сериями, это кроссовер Audi e-tron S и его купеобразная вариация Sportback. Полноценное управление вектором тяги реализовано благодаря двум электромоторам на задней оси. Каждый вращает свое колесо и подчиняется собственному блоку. В результате пиковая отдача подросла на сотни лошадиных сил, теперь их полтысячи. Правда, такая мощь доступна только 8 секунд, а номинальные параметры Audi не раскрывает. Тяговая батарея S такая же, как и у обычного e-tron версии 55, но паспортный пробег на одной зарядке снизился на сотню километров. Заказы на e-tron S в Евросоюзе начнут принимать через пару недель. В Россию же только успел добраться обычный Audi e-tron по цене в 5 миллионов 600 тысяч рублей. Еще один электрический кроссовер, Audi Q4, пока продолжает развиваться в качестве концепт-кара. Первый вариант нам показали еще в прошлом году в Женеве, но из-за пандемии разработка затянулась, и серийный автомобиль мы увидим только весной 2021 года. Зато в продажу сразу пойдет и купе-образный вариант Sportback, его и рассекретили на этой неделе. Иная форма крыши уменьшила высоту на сантиметр. Кроме того, Sportback'у достались эффектные рельефные бамперы, которые намекают на будущий обвес S-Line. В плане техники электрические модели концерна Volkswagen скроены на единой платформе M и B и повторяют друг друга. Спереди установлен 100-сильный, а сзади 200-сильный двигатель. Совокупная мощность больше 300 сил, так что Q4 достаточно быстр. До сотни электрический Audi ускорится за 6 секунд. Упрятанная под полом литиево-ионная батарея весит полтонны. На одной зарядке кроссовер пробежит около 500 километров. Причем немцы сразу готовят не только быструю двухмоторную вариацию, но и более простую дальнобойную с одним мотором на задней оси. И закроем электрическую тему еще одним отпрыском фольксвагеновской платформы M и B. Первый испанский электромобиль Elborn в ранге концепта носил фамилию Seat, но серийное воплощение неожиданно выходит под дочерней маркой Cupra. Вероятно, это намек на полную ликвидацию материнского Seat в недалеком будущем. Хэтчбэк оснащен крупной батареей на 77 киловатт-часов и на одной зарядке проедет до 500 километров. Об отдаче силовой установки испанцы пока молчат. Названо лишь время разгона до 50 километров в час, чуть меньше 3 секунд. Предположим, что электромобилю достался самый мощный из фольксвагеновских электромоторов на 204 силы. Дебют серийной машины отложен до следующего года. Выпускать Cupra будут на немецком заводе в Цвикау, где также делают родственные фольксвагены ID.3. Новейший кроссовер Santa Fe компания Hyundai рассекретила всего месяц назад. Двухлетнюю модель переделали так, что слово «рестайлинг» не подходит. Обновленный Santa Fe переехал на платформу от совершенно нового Kia Sorento. И вот теперь мы знаем все технические подробности. Паркетник укрупнился. В ногах пассажиров второго и третьего рядов стало на 3-4 сантиметра просторнее. В Корее Santa Fe предложат с двумя турбомоторами – дизельным и бензиновым. Такие же готовы для Kia Sorento. В Европе тоже заявлен дизель, который сочетается с 8-ступенчатым преселективным роботом. А вот чисто бензиновой модификации – нет. Зато есть пара гибридов с турбомотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Совокупная мощность установки зависит от емкости батареи. Младшая версия выдает 230 сил, а старшая – 265. Причем топовая машина подзаряжается от розетки и выйдет на мировой рынок позже всех – в начале 2021 года. Остальные поступят в продажу этой осенью, в том числе и в России. К слову, основным для нас также будет дизель. А вот гамму бензиновых моторов предсказать не возьмемся. В семействе Corolla впервые появился кроссовер. Причем японцы не стали банально задирать клиренс легковушки, а спроектировали вполне самостоятельную модель, получившую собственный кузов. По размерам Corolla Cross расположилась между паркетниками CHR и RAV4. Однако задняя подвеска полузависимая, а это значит, что пока возможен только передний привод. Базовым силовым агрегатом заявлен 140-сильный атмосферник и вариатор. Однако основная ставка сделана на гибрид. У бензоэлектрической версии дефорсированный вариант этого же двигателя, к которому пристыкованы электрический мотор и электромеханический вариатор. Суммарной отдаче установки – достаточные 122 силы. Салон взят от обычной легковой Corolla. Притом панели можно заказать не только черные, но и цветные, что здорово оживляет интерьер. Первым рынком для паркетника станет Таиланд, где, собственно, и делают машину. Там базовый ценник слегка превысит 30 тысяч долларов. Для понимания, столько же местные дилеры просят за маленький кроссовер CHR, а исходная Corolla стоит на 10% дешевле. Впоследствии японцы планируют вывести модель на множество других рынков, но точные экспортные планы будут раскрыты не раньше 2022 года.